Добрый вечер. 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 посещают их на дому. Давайте еще начнем с АЗОВ. Чтобы проголосовать, чтобы отдать свой голос, какие документы нужно предъявить на избирательном участке? Без чего приходить? Нельзя? Ни в коем случае? Конечно же, это паспорт, документ его заменяющий или военный билет. Других документов мы не принимаем. То, что у нас поступает сейчас в территориальную избирательную комиссию звонки по скану, по копии, за кого-то. Закон это нам категорически запрещает. Поэтому личное присутствие и подтверждающий документ. Как я сказала, паспорт, документ его заменяющий, это справка, или военный билет. Для многих прийти на избирательный участок – это всегда праздник. Как-то у нас в этом плане подготавливаются участки? Как это? Праздничная атмосфера создается? Что-то подобное. Конечно. Я обращаю внимание, что дни голосования 15, 16, 17 совпадают с масленичной неделей. Поэтому на многих площадках вблизи участковых избирательных комиссий будут проводиться масленичные мероприятия. Это уже приятно. Выпечка блинов будет и так далее. И сами участки уже оснащены. Сегодня последний день предвыборный перед началом голосования. Поэтому сейчас члены участковых комиссий оборудуют участки. Получили избирательные комиссии Московской области. Мы брендированы вывески, шторки, стационарные урны, наклейки. То есть участки на самом деле красивые, праздничные и ждут своих избирателей. Знаешь, что на избирательных участках подготовлены и подарки для отдельной группы. Для кого? Это первоголосующие, это стандартные процедуры. Мы также получаем их избирательной комиссией. Московской области. Это шоколад с атрибутой Российской Федерации. Поэтому я более скажу, что мы вчера делали анализ, кто приходит. Это люди, молодые избиратели. Мы их встречаем, фотографируем, делаем фоторепортажи. То есть мы для человека, который первый раз пришел на избирательный участок, делаем, чтобы это был праздник. Чтобы этот день заполнился ему на всю жизнь. И чтобы этот уже избиратель из года в год посещал наши избирательные участки. Можно ли проголосовать не по месту регистрации, если заранее не получил открепительный? Нет, к сожалению, уже нельзя. Потому что у избирателя было достаточно количество времени. Это было с 29 января и по 11 марта. Это можно было сделать так, как у нас теперь позволяет закон и электронно. То есть человек мог открепиться от одного места, находясь в командировке в другом городе. Закон как бы это не препятствует по электронке. И прийти в дни голосования, один из дней, 15, 16, 17, проголосовать в том месте, где он будет находиться в этот момент. Делается для того, чтобы до 11 марта, чтобы у человека исключили из тех списков. Таким образом мы исключаем провокации о голосовании избирателя на двух участках. Много ли людей прикрепилось к нам в муниципалитет, чтобы проголосовать? Есть какие-то цифры? Большое количество, да. Это более порядка 5000 избирателей. Но здесь цифры одинаковые по прикреплению и по откреплению. Поэтому если брать цифры, они схлопываются. Вот, конечно, дистанционно, электронное голосование – это большое количество. Давайте еще раз проговорим цифры. Сколько у нас в муниципалитете избирательных участков? Сколько людей будут на них работать? Сколько там масштабный процесс? Масштаб очень масштабный. Процесс очень масштабный. У нас работают 72 избирательных участка. Один временный участок. Но он будет работать один день 17 марта. Он работает в больнице для пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Там порядка 500 человек бывает из года в год на выборы. В избирательной кампании задействованы порядка 780 членов участковых избирательных комиссий. Это профессиональные люди, доброжелательные, которые не первый год работают. Изъявили желание следить за выборами порядка 432 наблюдателей. На всех избирательных участках установлены видеокамеры. На всех исключительно 35 камер Ростелекома, которые работают онлайн. В Одинцово они транслируют, где кандидаты, их доверенные лица могут посмотреть, что происходит на избирательном участке. Это видеонаблюдение будет вестись включительно до 17 марта. Также 17 участков избирательных установлены электронные комплексы обработки бюллетеней. То есть людям после заключения голосования нужно ввести протокол и считать. Это электронно происходит почитанному КАИБу. Кстати, тем, кто хочет стать наблюдателем, на этих выборах, понятно, уже возно, но в следующие разы кто может стать? Смотрите, в нашем бюллетене представлено 4 кандидата. Соответственно, наблюдателем может стать представитель от партий, которые выдвигали этих кандидатов, или от доверенных лиц кандидатов, от самого кандидата. Документы подаются в территориальную избирательную комиссию в список наблюдателей за 3 дня до голосования. Те, кто подал, мы фиксируем на участковой избирательной комиссии, и тогда уже наблюдатель приходит с направления на участковую избирательную комиссию. Ирина Николаевна, и когда будут подведены итоги выборов, окончательные цифры известны? Заканчивается третий день голосования 17 числа. В 20.00 закрываются участки и начинается подсчет голосов. Конечно, на тех участках 17, где находятся КАИБы, это будет быстрее, потому что ведется электронный подсчет. А те люди, которые считают руками, сортировка бюллетеней происходит, но немножко подольше. Мы планируем 12 часам закончить, подвести уже итоги, да, потому что ввести протокол уже в избирательную комиссию Московской области. В заключение нашей беседы, наверное, хотите обратиться к избирателям? Да, конечно. Конечно. Дорогие жители Ленинского городского округа, я приглашаю вас на выборы президента Российской Федерации. Двери наших участков с завтрашнего утра будут открыты для вас. Мы вас ждем. Нам предстоит сделать выбор на ближайшие 6 лет за того политика, которого возглавит нашу страну. Будет представлять ее интересы на международной арене и определять приоритеты внутренней и внешней политики государства. Мы вас ждем. Спасибо большое, что пришли. А я напомню, что у нас в гостях была председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Ирина Купцова. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова